здравствуйте друзья здесь демитков юрий продолжаю тему выбора акций на американском рынке в предыдущем видео я рассказал о том что ну неплохо бы распределить их по секторам для того чтобы максимально соответствовать ну хоть как-то близко к индексу s&p 500 ну а сейчас уже конкретно будем рассматривать подход на котором мы будем основывать выбор акций и прежде всего что такое акции акции это инвестиции и когда мы инвестируем деньги куда-то в какой-то актив то нас что интересует ну например когда мы инвестируем деньги на депозит нас интересует естественно процент доходности какая доходность будет и мы знаем что бывает доходность там ну сейчас доходности снизились там до 5 процентов уже потому что инфляция снижается ключевая ставка снижается 5 скажем 10 процентов еще недавно были там 12 процентов доходности от инвестиций и это нам понятно сколько годовых мы получаем от наших инвестиций а сколько же мы будем получать от инвестиций других если это не депозит как это оценивается но например если я скажем занимаюсь производством вот я долгое время занимался производством и когда я покупаю станок что меня интересует покупка станка это инвестиции и конечно же я его покупаю не для того чтобы продать а для того чтобы на нем работать и что меня прежде всего интересует для чего его покупаю станок для того чтобы он повысил мне производительность труда либо ну понизил себестоимость выпускаемой продукции и если у меня например есть поток заказов которые вот он идет поток постоянный и я уменьшаю себестоимость своей продукции то получается что что у меня увеличивается процент прибыли процент доходности или но увеличиваются доходы и станок уже не продать потому что станки очень быстро устаревают морально и физически то есть его не продать и поэтому вот так же такой же подход как с депозитами не подходит поэтому здесь меня интересует прежде всего возврат моих инвестиций то есть когда мы занимаемся инвестируем во что-то что но трудно представить что это мы продадим меня интересует возврат инвестиций по английский возврат инвестиций return of investment или return on investment она можно так можно так сказать потому что это будет возврат на инвестиции либо возврат инвестиций и сокращенно return of investment это рои и если вы покупали вот игру денежный поток или читали книги киосаки там постоянно этот термин выплывает рои 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 значит там вы покупаете недвижимость роина это вот такое то ну с недвижимостью проще всего потому что есть стоимость недвижимости и есть там стоимость аренды это и есть рои со сангами то же самое там тоже самое можно сказать про инвестиции в рекламу и так далее в бизнес это return of investment это а полный аналог процентов годовых по депозитам то есть смотрите если рои и 12 процентов то значит 12 процентов от суммы инвестирования вам возвращается в течение года то есть его можно либо в процентах либо в долях считать но то же самое как и депозит но теперь далее когда мы инвестируем то деньги как я уже сказал скорее всего мы не вернем то есть станок скорее всего отслужит какое-то время и он будет просто выброшен на свалку вот вы видели у меня одно из самых популярных видео как я сдавал станок на металлолом это его остаточная стоимость там 80000 получилось а покупал я его извините за 700 вот поэтому здесь остаточной стоимости нету станка и конечно же мне интересует за какое время я верну все свои инвестиции назад и дальше мне уже будет по барабану за сколько я продам станок он мне полностью окупился то есть срок окупаемости вот что еще мне может быть важно срок окупаемости то есть заказа сколько лет я полностью вернул те деньги которые я инвестировал то есть это мне уже дальше безопасно а дальше уже этот станок начинает мне приносить чистую прибыль на эти инвестиции то есть Срок окупаемости, за сколько лет вернутся мне инвестиции. Как оценить это? Ну, например, смотрите, если вы инвестируете на депозит деньги под 10% годовых, то, соответственно, вы ежегодно получаете 10% от этой суммы инвестирования. И нетрудно посчитать, что за 10 лет в виде процента вы полностью вернете все свои деньги. И, значит, у вас останется депозит, который дальше продолжает генерировать деньги, но вы уже полностью инвестировали. Ну, это аналог на депозите с инвестициями точно так же, как получить это дело. То есть мы уже рассмотрели Return of Investment, это процент годовых. А если мы, например, под 10% положили, то, значит, мы положили 100%, 10% в год у нас получается. Если мы перевернем эту формулу вверх ногами, 100 на 10, то получим как раз 100 поделить на 10, это 10. 10 лет, за которые, грубо говоря, вернутся нам эти инвестиции. То есть вот срок возврата инвестиций, он как раз так и считается. Если перевернуть формулу, то есть процент годовых, если перевернуть, то за сколько лет мне вернутся эти инвестиции. То есть чем меньше этот срок, тем лучше. Вот. И есть такой параметр, естественно, есть. Он самый популярный. Этот параметр называется Price to Earning. И в переводе на русский это прибыль на инвестицию. Как бы если разделить инвестицию на ежегодную прибыль, то получается количество лет, за которое мы вернем нашу инвестицию. То есть ПЕ, знаменитый ПЕ. И как его посчитать? Ну, когда мы покупаем акцию, то мы точно знаем цену, по которой мы покупаем эту акцию. Мы знаем, что вот у акции есть цена конкретно, и она там регулярно вот так вот прыгает. Мы покупаем акцию, и нас, конечно, интересует, что такое акция. Это доля в прибыли, это участие в бизнесе, в чужом бизнесе, в бизнесе компании. И что будет с этой акцией? Акция начинает приносить либо дивиденды, либо, значит, стоимость акции увеличивается. Почему стоимость акции увеличивается? Потому что количество выпущенных акций ограничено строго проспектом эмиссии. То есть там строго, вот оно вот, количество акций есть. И, значит, вся собственность, вот вся стоимость компании, то есть капитализация компании делится на количество акций. И получается, получается, вот стоимость одной акции. Грубо говоря, но стоимость одной акции определяется на рынке в результате торгов. А грубо вот посчитать ее цену, вот что за ней стоит, вот так можно. И если компания получает прибыль, то что происходит с акциями компании? Но прибыль никуда не девается. То есть, смотрите, активы компании. Вот мы купили часть актива компании. И эта компания получила прибыль за год. Вот такую прибыль. Значит, соответственно, активы компании увеличились. Стоимость компании увеличилась. Если стоимость компании поделить на количество акций, которые не меняются, то, соответственно, стоимость на одну акцию, то есть активы на одну акцию увеличились. И стоимость акции логически должна увеличиваться. Поэтому нас интересует, конечно же, параметр P на E, то есть прибыль на стоимость. И этот параметр можно легко посмотреть. Давайте уже перейдем к нашему любимому сайту Finviz. И посмотрим, вот, например. Вот мы уже рассматриваем технологии, financial. Не будем их рассматривать пока. Я скажу, почему попозже. Если вы досмотрите до конца. Services, Basic Materials, Healthcare и Industrial Goods. А, еще Utilities. Но вот эти параметры P на E здесь есть на каждую компанию. На каждую компанию. И давайте посмотрим на эти параметры на компанию, скажем, вот она. Exxon Mobil. Mobil – это нефтяная компания. Exxon Mobil Corporation. Так, что у нас тут еще? Chevron Corporation. Conoco Philips – это тоже нефтяные компании. Это независимые нефтяные компании. Это интеграторы. Вот. И давайте посмотрим на Exxon. Давайте взглянем. Дабл клик делаю. Смотрим. Exxon Mobil. Вот она цена этих акций. Вот. Прекрасный сайт. Посмотрите. Опускаемся чуть ниже. И смотрим. P на E. 20. 20 лет. То есть, что такое 20? 20 лет. За 20 лет она окупается. Это инвестиция в Exxon Mobil Corporation. За 20 лет. То есть, помним, да? То есть, если здесь вот доходность годовая делим на 100, получается... Вернее, 100 поделить на годовую доходность получается 20. Если мы перевернем, то 1,20 получается 5% годовых. Примерно. 5% годовых. Возвращаемся сюда. И смотрим на Chevron. У Chevron этот же показатель P на E 16. То есть, годовая доходность 1,16. Ну, это грубо. Это 6% годовых. Понимаете? То есть, вроде бы, Chevron получается интереснее. Хотя уже акции подорожали. Но Chevron кажется нам интереснее. А давайте-ка посмотрим на список всех вот этих компаний Basic Materials, которые есть. И на сайте Finviz. И посмотрим, отсортируем их по возрастанию. Чем хорош американский рынок? Тем, что можно все это сделать. Давайте попробуем это сделать. Так, переходим в группы. Вот они. Overview. Basic Materials. Вот, Basic Materials. И здесь давайте смотреть уже, что у нас есть. Exchange, это любая биржа, любой индекс. Ну, давайте уже будем все-таки S&P 500 делать. Если уж мы про S&P 500 говорим. Сектор Basic Materials. Вот, что нас интересует. И здесь есть список всех компаний. Он в алфавитном порядке. Но мы не будем смотреть их в алфавитном порядке, потому что здесь есть название компании. Basic Materials, это сектор, который нас интересует. Индустрии, алюминиум, например. Country, USA, это понятно. Соединенные Штаты. Market Capitalization, это капитализация рыночная. И вот здесь P на E. Вот оно. Нас интересует P на E. Давайте мы вот сюда кликнем. И вот мы отсортировали компании по этому признаку, по P на E. Опять же, срок окупаемости. И что мы видим? Southwestern Energy Company. P на E? 1.14. Здесь что-то непонятное. Видите, как достаточно легко. Сколько стоит одна акция? 2.27. Ой. 2.27. Наверное, что-то здесь не так. Почему она так сильно дешевела? Ну, наверное, есть еще какие-то параметры. Но давайте посмотрим следующий. Вот здесь вот ConocoPhillips. ConocoPhillips уже 8.85. То есть в районе 11% годовых доходности она должна давать. Прайс 64. Но она уже сильно выросла. Смотрите, как сужается круг наших поисков. Раз, два, три, четыре, пять компаний. Пять компаний уже можно рассмотреть. Понимаете? Вот. Ну, можно чуть больше посмотреть компаний. Но 5-10 компаний, все, больше не надо. Но почему я рассматривал как раз Basic Materials? Потому что вот то, что я рассказал, P на E, оно очень плохо относится к, скажем, финансовой области. Потому что, посмотрите, в финансах P на E. 0,01. 5,83. 6,60. Что-то здесь, ну, как бы подозрительно. Что это значит? Ну, финансовые компании, они, ну, как бы не имеют активов своих, так сказать, вот, ну, таких вот, которые можно потрогать. И здесь надо рассматривать по-другому. Как мы будем рассматривать, я буду продолжать исследования свои, поэтому оставайтесь на моем канале, следите за моими видео. Вот. Но сейчас мы уже сузили круг компаний, и конкретно я уже буду рассматривать, наверное, какие-то конкретные компании, смотреть на них внимательно. И если вы посоветуете мне какие-то компании рассмотреть, я буду вам очень благодарен. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу, какие комментарии, на ваш взгляд, перспективны. Потому что мне это очень-очень интересно, потому что я сюда только вхожу. Есть люди, которые уже занимаются этим постоянно. И до следующего видео. Спасибо за внимание. Надеюсь, что это было полезно. С вами был Демитков Юрий. До встречи.